Привет, моя планета! Меня зовут Сергей, мне 26 лет. Я бы хотел, чтобы вы помогли мне устроить романтическую поездку в Боснигриц-Карьино для Индиры, которую я очень люблю. В конце этой поездки я планирую сделать ей предложение и надеюсь, что вы мне поможете. Сергей – программист и прагматик. Искренне не понимает, зачем в доме, где живут двое, нужно больше стульев, чем людей. Минималистичен в вербальном проявлении чувств. Любит бургеры, фильмы о тайнах мироздания и свою фонтанирующую идеями и постоянно меняющимися эмоциями девушку. Бывают такие люди, которые эмоционально всегда переживают американские корки. Я такая. Я очень тяжело, я ужасно нестабильная. Сережа эмоционально невероятно стабилен. По крайней мере, делает вид. А это Индира, возлюбленная Сергея. Любит залезать тайком в чужие лодки, петь домашним растениям колыбельные и приветствовать радостными криками восход солнца. Индира – основатель модной сети столичных кофеев. Именно в кофейне Сергей и встретил Индиру. Сначала она угостила его кофе, а после закрытия кафе пригласила на ночную прогулку по городу. Была уже поздняя ночь. Индира была в хорошем настроении. Она включила громкую музыку. И они, подруга, начали танцевать около подъезда перед фарами машины. Просто потому что им было весело. И я понял, что мне очень интересна эта женщина, девушка. А еще Сережа понял, что Индира – девушка, которая живет яркими событиями и авантюрами. И теперь он хочет доказать, что вполне может быть вписан в ее главное приключение – жизнь. Пара вместе больше года. Самое время внести коррективы в статус отношений, решил Сергей. И откликнулся на призыв нашего канала. Он решил отправиться с любимой в романтическое путешествие. Сергей полностью сохранил свой план в тайне от Индиры. О поездке она узнала за несколько часов до выхода. В это воскресенье мы едем туда, куда ты пыталась попасть, но не смогла. Мы едем. Подожди, дай я попробую вспомнить. Мне кажется, я попала во все места, куда хотела. Ты не смогла попасть в Боснию-Мерцегарию. Ах, да! Там тепло. Увидим. Там теплее, чем тут. Итак, отдать якоря. Романтическое путешествие наших героев в Боснию и Герцегарину начинается. В Сараево у наших героев будет неделя. Индира даже не догадывается, как они проведут эти дни. Сергей хочет раскачать романтическую лодку отношений и удивить любимую череду решительных поступков. Но главное, в какой-то момент Сергей выйдет в открытое море чувств и устроит истинный шторм эмоций. Сделает возлюбленной предложение. Но это позже. Первый сюрприз для Индиры – съемочная группа. Вот, я тебя хочу познакомить с ребятами. Какими? С нашей съемочной группой. Привет. Вот, это Максим, Саша. Привет. Вон там вот стоит Леша. Ничего себе, здрасте. Индира даже не догадывается, что они с Сергеем находятся под прицелом камер телеканала «Моя планета». Любимый сказал ей, что ребята по его инициативе снимают романтический фильм для семейного архива, который должен получиться максимально колоритным. Не теряя время не даром, наши герои отправились на прогулку по Сараево. Надевать вот так или вот так? Как надевать эту шапку? Ну все, Сережа, я остаюсь теперь. Ты готова? Босния и Герцеговина. Босния и Герцеговина – крошечное государство в юго-восточной Европе, силуэт которого напоминает форму сердца. Здесь горы занимают почти 90% площади, а леса – 50%. Именно в этой стране находится уникальный реликтовый лес перучица. Его называют последними джунглями Европы. Аналитики утверждают, почти 4 миллиона человек живут в Боснии и Герцеговине долго и счастливо. Продолжительность жизни в стране – одна из самых высоких в Европе. В среднем 75 лет. Вот отель, в котором мы будем жить. Он на реке. Вот, как я люблю его. Отель с видом на реку Милецка, на берегах которой и расположился город Сараева. По цвету река напоминает шоколад. Никакой грязи – это все из-за содержащихся в ее водах металлов. Как новость, чем мы вообще здесь сегодня займемся? Мы будем нырять прямо из окна нашего номера. Да? И еще мы поплывем на этой лодочке через весь город. И по дороге будем рыбачить. Здорово. Подходит? Пока только одному Сергею известно, что эта лодочка здесь не случайно припаркована. Она ждет своего рассветного часа. Ну а пока на Сараева спускается вечер, который не обещает быть томным. Сегодня Сергей решил показать Индире, что готов меняться ради нее к лучшему, учиться новому и выходить из зоны виртуального комфорта. Знаешь, как ты очень любишь танцевать, а я очень не люблю танцевать? Знаю, как я люблю танцевать, а ты не знаешь. Я сразу подумала, что мы поедем в какое-то место, где есть танцы. Хотя вообще, конечно, странно это себе представляет, что Сережа вообще-то не любит танцевать, никогда не танцует. И я себе говорю, ну пожалуйста, хоть иди, так иди. Класс! Посмотри на эти кресла, Серега. Сергей. Здравствуйте, как вы? Прямо сюда? Блин, как тут классно! Кино Босна. Этот музыкальный бар открыт на месте заброшенного кинотеатра. Боснийские музыканты каждый понедельник играют здесь балканскую музыку. Место невероятно популярно среди молодежи и считается лучшим выбором для романтической встречи и зажигательных танцев. Я в восторге. Я обожаю такие места. Максимально неочевидный и с простым интерьером класс. Я чувствую себя очень неуябно. Тебе не комфортно, наверное, да? А мне очень комфортно, Сереж. Я просто в восторге сейчас. Посмотри. А тут еще, наверное, кино показывают, да? Да. Хозяйка этого места, женщина в летах, мне кажется, ей шичат. Впоследствии мы выяснили, что эта женщина потеряла двух сыновей на войне, и поэтому она делает это место и поддерживает его. И вообще, по сути, является сердцем этого места. Знает там всех. И к ней ходят молодые ребята. И, видимо, это как-то связано с тем, что она потеряла своих сыновей молодых. Индира очень любит танцевать. Она долго занималась гипнастикой и периодически задумывается о том, чтобы посвятить больше времени этому хобби. Он действительно обычно не хочет танцевать. Он не хочет и не танцует. Как бы ты, что бы ты ни делал. Но в этот раз как будто бы... В общем, он начал в какой-то момент со мной танцевать. Сначала очень мало и вообще не особо это было похоже на танец. А потом в какой-то момент он прям вообще так разошелся. И было супер. Вот. Народ вокруг заценил, мне кажется. Просто офигеть. Я просто в восторге. Мне кажется, тут великолепно. И больше вам в восторге от того, что ты танцуешь с тобой. Да. Это было просто офигительно. Столько пищи для размышления. Они все вместе поют. И они все такие дружные. И всем так счастливо. Я танцевал с тобой, и мне очень понравилось. И тебе тоже было счастливо? Да. Я тоже была счастлива. И мы вместе танцевали. Это то, что ты... Пойдем спать? Пойдем. Спасибо. Ну что ж, совместный танец, похоже, взбудоражил их романтическую лодку. Время направить ее к творческим островам. Так решил Сергей на следующее утро приключения. А ты ведь не знаешь, куда мы идем, да? Да, я угадаю. Но я не знаю, куда мы идем. Я дам тебе подсказку. Ты часто считаешь, что нам в квартире не хватает мебели. Мы идем смотреть мебель. Мы идем в музей мебели. Лучше. Мы идем в музей винтажной мебели. А еще лучше. Мы идем на барахолку мебели. На это в основном похоже, но у нас там будет занятие, которым мы займемся. Нет, не такое занятие. Сергею непросто держать вербальную оборону. Индира мастер точных вопросов. И, в общем-то, уже почти раскрыла замысел любимого. Это секретная дверка в секретный мир мебели. Ого! Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Добро пожаловать. Спасибо. Меня зовут Сережа, а это Индира. Меня зовут Алма. Приятно познакомиться. Итак, сегодня мы сделаем табуретку. Мебели с разной бытовой судьбой примеряют новые фасоны. Табуретка будет вот такая. Только обивку мы сделаем желтого цвета. Я вам важен. Кау! Выглядит здорово. Например, старые стулья, выкрашенные в яркий цвет и обитые новой тканью, сияют новизной и, по сути, проживают уже вторую жизнь. Эта концепция показалась Сергею хорошей метафорой. Индире важна профессиональная реализация. Так ее кофейный бизнес вполне может сменить собственная ремесленная лаборатория. Индира часто задумывается о том, чтобы найти себе новую рост деятельности. Есть столько всего, что интересно, и чем бы я хотел заниматься и погружаться в это. Одна из этих вещей – это, собственно, дизайн. Это может быть как дизайн интерьеров, так и промышленный дизайн или графический. И про мебель, собственно, я слышал не один раз. Ну, а если очень честно, Сергей хочет добиться полного дизайнерского согласия в их совместном с Индирой доме. Сережа мне предложил съехаться. Это была отличная квартира, хорошая, на набережной. Но там очень отстойный диван. Как водится в съемных квартирах, это большой, уродский, старый диван. Я сказала, что ну все, сейчас или никогда, и буквально прошло несколько часов, и дивана в квартире не стало. Сережа побеспокоился об этом. Нам понадобится эта табуретка, особенно после того, как мы выкинули диван. Да, а потом у меня была депрессия из-за того, что у нас нет дивана. И нигде сидеть. А теперь самое время, наконец, уже приобщиться к творческому процессу возрождения боснийской табуретки. Мы берем вот такой материал. Это что-то вроде ваты. Вата. Вата. Да. Но это не вата. И теперь нам нужно засунуть вату вовнутрь. Можно туда нырнуть, головой сдохнуться. Да, это скучная часть процесса. Нет, нет, мне очень нравится. Смотрите, это финальный и самый важный этап. Вам нужно найти отверстие. Я надеюсь, что не сломаю. Не переживайте. Не останавливается у меня. Мне кажется, я эту... Расвернувшись. ...резьбу срывала. Ну, ты же закрепила. А, да, все. Так, нормально? Нет, пока не нормально. Нет. Здорово. Класс. Та-дам. Здорово. Мне очень нравится. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Присядем? Да. Ну, теперь, когда у нас есть этот стул, я считаю, нам нужно завести кошечку. Чтобы она могла вместе с нами сидеть на этом стульчике. Что скажешь? Мы... Я подумаю об этом. Откровенно говоря, уже подумал. Но об этом существенно позже. Окей, bye-bye. Bye. Bye. Итак, совместные танцы и табуретка на условном борту романтической лодки одобрены Индирой. Время сойти на берег и рассмотреть город, который, по задумке Сергея, должен стать самым романтичным в их истории. Сараево – это эклектика архитектурных стилей. На окраинах дома напоминают серые коробки, а центр пестрит красочными домиками с примечательными фасадами. Мне кажется, так выглядел бы идеальный мир. Маленькие улочки с низкими зданиями, где такое ощущение, что практически каждый миллиметр обработан чьей-то очень любящей рукой. Да, и такое ощущение, что всеми этими заведениями владеют те, кто в них работают. В одно из таких мест Серёж меня привёл. Мне кажется, тебе будет интересно там побывать. Я пока пойду и подготовлю себе сюрприз. Собственно, вот она. Увидимся позже. Вот это прям? Да. Класс. Давай. Пока. Привет, я Хусейн. Индира, я совсем немного говорю по-английски. Это ничего, я думаю. В моём арсенале немецкий, итальянский, французский, испанский. Отлично. Может быть, русский? Так, немного. Немножко. Так мало можно разуметь. Хусейн Джирла, владелец одной из самых популярных чайных в Сараево. Называет себя профессиональным странником. Так, в молодости, вместе с братом-близнецом Джирла уехал в Италию. А после они долгое время путешествовали по миру. В этой поездке Хусейн выучил французский, итальянский и испанский языки и сегодня может поддержать разговор с большинством приезжающих к нему гостей. Он и его брат не планировали возвращаться в Боснию, но отец, скучающий по сыновьям, сделал им предложение, от которого сложно было отказаться. Купил дом, в котором братья смогли открыть чайную и таким образом начать свой бизнес на родине. Это настоящая лаборатория чайного алхимика Хусейна Джирла. Здесь он экспериментирует с чаями со всех частей света. Сергей решил, что этот странник составит прекрасную компанию в его любопытной Индире. К тому же у них много общего. Я сама долгое время была таким же, не знаю уж насколько, сказочным персонажем, который является владельцем заведения или заведений и часто встречает гостей сам. Типа он первый, кто выходит на встречу к тому, кто пришел в гости. Пока Индира во власти профессиональной ностальгии, Сергей не теряет времени зря. Я иду выбирать кольцо для Индиры. Я собираюсь купить что-нибудь местное и аутентичное, чтобы оно напоминало ей в этой поездке. Мне рассказали про вот эту вот ювелирную улицу, и я пойду посмотреть кольцо. Былайте мне удачи. Босния славится своими ювелирами. Но традиционно они занимаются не украшениями, а посудой и различной утварью из меди и серебра. Такой, например, как джезва – посуда для варки кофе. Кроме того, боснийские ювелиры очень изобретательны. После войны на территории страны осталось множество гильз. Местные мастера создают из них вазы, лампы и кофемолки. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, кажется, нашел то, что искал. Обычное кольцо его возлюбленное может и не принять. Спасибо. Спасибо. До свидания. Колечко аутентичное. Очень тоненькое, как индира. Посмотрим, что будет. Тем временем в чайной начинается дегустация фирменного напитка. Неужели Хусейн, который годами хранил рецепт, раскроет индире секрет? Тут совершенно уникальная, непередаваемая эта обстановка. очень много мелочей, и это выдает большое количество историй, которые тут произошли, и это, конечно, очень восхищает. очень интересно все узнать. Это красиво. Табак. Я могу попробовать? Да, конечно. Скажи только честно, понравится или нет. Хорошо. Мне добрый. Хорошо. Оно горячее? Пожалуйста. Он горячий? Горячий. Очень вкусно. Всем советую. Как это называется еще раз? Салеп. Салеп. Ваше здоровье. Вообще в основе этого рецепта турецкий молочный чай из корней орхидеи, который на родине называется салеп и считается легким афродизиаком. Но Хусейн изменил рецепт напитка так удачно, что теперь за ним традиционно выстраивается очередь в Сараево. И это несмотря на то, что все же любимым напитком боснийцев является кофе. Босния и герцеговина по потреблению кофе на душу населения занимает десятое место в мире. В общем, это жутко вкусно. Похоже на глинтвейн с молоком, наверное. Это очень вкусно. Вкусно. Итак, Индира увозит заветные рецепты Сараева и контакт нового доброго знакомого. Просто интересно, собираетесь ли вы продолжать здесь работать или однажды все-таки пустите снова в путешествие и, возможно, передадите своим сыновьям это место. Какие у вас планы? Честно говоря, не знаю. Может, мне опять взбредет в голову уехать. Я очень странный человек. Пока я жив, естественно, я буду управлять этим местом, и мои дети мне будут помогать. У меня уже и возраст не тот, чтобы постоянно где-то странствовать. Но, слава богу, сила еще есть. Может, уеду куда-нибудь на несколько месяцев. Класс. Спасибо большое за экскурсию. На следующее утро Сергей пообещал, что постарается больше не оставлять Индиру одну. Не знаю, сдержит слово или нет, но в ближайшие два часа они точно будут неразлучны. Я познакомлю тебя сейчас с девушкой-фотографом. Ого! И мы вместе прогуляемся по городу. У нас будет огромный альбом разных фотографий. Привет! 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 Здравствуйте! Приятно познакомиться. Сергей! Пойдем? Пойдем! Мне показалось, что попросить фотографа показать город и при этом фотографировать будет хорошим приключением. И так оно и вышло. Муна нам очень понравилась, с ней было легко, и мы очень весело при удивлении. Это как будто из России. Я не знаю, как это называется в вашей стране. Это похоже на шапку моей мамы. Здравствуйте! Я хочу это запечатлеть. Мама носила такую шапку в тот год, когда родила меня. О боже! Смотри, значок «Классный специалист». Берем! Берем! Улыбнись! Я лучше буду серьезной. О, мне нравится? Да, очень симпатично. Да, очень симпатично. Прогулка с Моной стала отличной. Как будто бы карту мы купили, как будто бы какой-то аудиогид, при этом обладающий душой. Мне очень понравилось. Мы закончили со съемкой, и теперь пойдем и проявим фотографии. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Я думала, нам пришлют просто в электронном виде. А мы собираемся напечатать фотографии. Класс. Но Сергей думал иначе. Эта фотосессия, по задумке нашего героя, должна стать отвлекающим маневром накануне следующего сюрприза. И совсем скоро тайное станет явным. Посмотри на это. Вот это да. Кто это? Это живой кадр, красивый. Класс. Мне очень нравится вот это. Очень красивая. Сережа, мы повесим ее на стену. Обязательно. О, это вообще мой любимый момент за день, мне кажется. Класс. Very cute. Это моя мама, вы знаете? В 1991 году. Это так красиво. Классно. Мне очень нравится эта фотография. А это действительно моя мама. Эй, папа. А это я. Похоже. Здесь мама моего возраста нынешнего, почти. О, боже, ты выглядишь прямо как твоя мама. И я. Ой, мама очень похожа. Она очень красивая. Да, она красивая. Мое сердце растаяло. Боже мой, это так мило. Классно. Вот это да. Вот это да. Кажется, мама сама сшила мне это платье. Я не уверена, но я так думаю. Мы сядли фотографии, и там были фотографии еще моей мамы и меня, малышки. И это, конечно, прикольно. Я убедилась в том, что я не так похожа на маму. Раньше мне казалось иначе. Вот, очень хороший был кусочек дня. Самое забавное это, что вот здесь я, это на самом деле вот эта маленькая малышка, а не вот эта девушка. Это моя мама. Привет, мам. Привет, мам. Вообще, если честно, у меня невероятно насыщенные дни, очень много сюрпризов. Я морально устаю. Мне очень нравится, но я морально устаю. Это тяжело. Сюрпризы – это тяжело. Да. В общем, у нас был следующий сюрприз. Мы поехали куда-то за город, на горы. Давай. Иди сюда. Так ты расскажи. Сейчас ты сама все видишь. Блин, у меня ощущение, что мы сейчас, будь скала, обязательно упадем. Сейчас ступенька. Так, придурай. Открывай. Класс. Это страшные американские горки. Мы с Индирой, ее младшим братом, ездили в Диснейленд во Франции. И нам с ее младшим братом было очень тяжело уговорить ее ходить на аттракционы, потому что ей они очень не нравились. Дело в том, что с аттракционами связан не самый лучший период в жизни Индиры. Когда-то, чтобы побороть депрессию, она мчалась на аттракционы и пропадала в парке, пока не закончатся карманные деньги. Но сегодня Сергей решил сломать негативную ассоциацию и помочь любимой попрощаться с прошлым. Я очень звоню. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы поедете вдвоем? Да. Да. Садись назад. Я сяду первым. Вот так. Сижусь вперед? Да. А вдруг я буду более напугана? Вот так. Это явно для пар. Держи здесь, чтобы ехать на полной скорости, и если захочешь приостановиться, отпусти рычаг. Альпийский роллер-костер в парке Санни Лэнд – своего рода удивительные американские горки, встроенные в природный ландшафт Динарского нагорья. Выгодное отличие этого аттракциона в том, что турист сам может контролировать скорость своего движения по рельсам. Во время приключения с горы открывается невероятный вид на Сараева. Еще классик Антон Чехов в своем рассказе «Шуточка» заметил, что катание с горы – это лучшее обстоятельство для признания в любви. Ведь в случае чего можно скинуть все на ветер. Кто рулит? Что делать? Ну, видимо, я рулю. Мне страшно. Хочешь, я буду снимать? Хорошо. Поехали. Остановись, Сереж. Мне страшно. Мы катались вокруг леса, там был великолепный вид. На этом аттракционе это было настоящее объединение моей любви к природе и к зарождающейся любовью к аттракционам. Страшно. Конечно, хочется остановиться, посмотреть. Ну, мы очень катались. Красиво. Везде поля, луга. Супер. И горы. Когда мы катались, она говорила, как же здесь красиво, и в какой-то момент сказала, а может быть, аттракционы – это не так уж плохо. Честное слово. Так и было. И вот наши друзья, съемочная группа. Здрасте! Мы выжили! Мы выжили! О! Отлично! Это очень страшно, но восхитительно красиво. Всем советую. Отлично все равно. Спасибо! Спасибо! Наш герой вошел во вкус. Ему понравилось открывать для любимой новые впечатления. Самое время удивить Индиру снова. Закрепить результат и пройти еще один тест на доверие. Мы с тобой поедем наверх. Что? Ой, классно. И мы поедем вот на мопеде. Да ладно? Да. Класс! Можно садиться? Да. Толк-то вперед! Блин, круто! Мы будем целый день кататься? Эм, да. До вечера. Класс! Садись. Мы будем мопедисты. Он сломался? Нет. Ну не точно. Конечно же, классно, красивый мопед. Супер. Но мне было немножко страшновато. Потому что в наших отношениях обычно я вожу транспорт, на котором мы ездим. Но мне кажется, это полезно для отношений. Это как бы нужно же доверять своему партнеру. Какая красота, Сережа! Да. Куда мы приехали? Мы приехали на рынок. Мы пойдем в самый рынок? Да, в самый рынок. Будем торговаться? Пожалуйста. Обязательно. Смотри, а там цветочки. Хочешь себе цветочки? Цветочки, да. Пойдем, пойдем, возьмем на себе цветочек. Это будут цветочки для меня? Да. Любые? Ну... Я хочу все. Нет, все не получится. Ладно. Они не поместятся нам в мопед? Да, я посмотрю, сколько мне денег. А вот эти сколько стоят? Три. Тоже три. Ну, Ларь, давай возьмем такую одну веточку? Мне она все равно очень нравится. Давай. А вот, все как же. Хорошо. Сейчас он нам запакует, заботливый. Хвала! Very much! Thank you. Класс, обожаю руки. Бакаларанчики, патисанчики, капуста брюссельская, капуста обычная. Бакаларанчики по два! Добрый день! Добрый день! Как у вас есть? Very good! Очень хорошо! Наверное, мы бы хотели апельсин. Я честно покупаю один апельсин. Мне кажется, покупать один апельсин – это хорошо. Стало лето! Спасибо! Хвала! Хвала и дама! И тут Сережа говорит, а сегодня мы идем на пикник. А я мечтала очень давно на пикник. Я не знаю, что это за идея фикс, но она преследовала последние три года. Я мечтаю на пикник с корзиночкой и пледиком. Так, это нам пледик. Будем прямо на земле сидеть, на траве? На пледике будем сидеть. Давай корзинку. Давай. Пойдем. Пойдем. Тебе нужно чем-нибудь помочь? Нет, я справляюсь. Пока что. Слава богу. Когда мы приехали на пикник, это было не просто красивое очень место высоко в горах, а на самом деле интересное место, место с историей. Это крепость, которая была построена во время Османской империи. Сейчас у нее осталось только основание, но это обзорная точка всего города. Видно весь город. И низкие дома, и высокие, и горы вдалеке, и много кладбищ. Двадцать шесть лет назад в Сараево началась война, в которой погибли больше ста тысяч человек. Распад Югославии спровоцировал серьезный конфликт между республиками и сербским центром. Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония пытались отделиться. Сербия противостояла. Переговоры между боснийскими и сербскими политиками зашли в тупик. Так началась осада города Сараево сербскими войсками. Она длилась почти четыре года. В городе то и дело разрывались снаряды, но воронки на асфальте в тех местах, где погибли люди, заливались не новым асфальтом, а красной смолой. Поэтому даже спустя много лет после окончания войны можно видеть шрамы от нее. Их называют сараевскими розами. Это, с одной стороны, красиво, с другой стороны, конечно же, ты сразу осознаешь, сколько людей погибло и как-то грустно. Вот. Но рядом с ними столько жизни, что ты как-то с такой светлой грустью к этому относишься и осознаешь, что вот люди погибли, другие люди продолжили жить, да еще как, и не просто так те погибали. Я мечтала о пикнике с корзинкой. Года три. Я знаю. Спасибо. Я так довольна. Ну, вообще, все это мероприятие было немного подозрительным. Я даже подумала, что, о боже, вдруг Сережа сделает мне приглашение, предложение. И я подумала, что за глупости. Давай я у тебя возьму интервью на камеру. Для семейной хроники? Для семейной хроники. Ну, давай. На самом деле, именно в этот момент наш герой почувствовал, что пора задать главный вопрос, минуя заготовленный план. У тебя когда-нибудь семья ходила в пикники? Но в последний момент передумал. У моей мамы есть брат, и у него там тоже несколько детей. И у нас прям несколько лет подряд была традиция. Каждого первого мая мы ехали за город все вместе, и там устраивали пикник, жарили шашлыки. И все это сюда в лесу происходило, и мы играли в бадминтон. Кстати, если что, я обожаю играть в бадминтон. Я очень хочу играть в бадминтон. Мне кажется, я могла бы быть бадминтоном чемпион. Может, я пожонглирую? Хочу я тебе покажу? Я там видел когда-нибудь, как я пожонглирую? Просто я сейчас встану и буду жонглировать. Давай. Сереж, сейчас это момент, когда ты восхищенно на меня смотришь. Я умею жонглировать, потому что я занималась художественной гимнастикой, и там были рабские спортивные лагеря, где ты целый день помимо еды тренируешься. Приключение промчалось стремительно. И вот наступило заключительное и, пожалуй, самое волнительное утро путешествия. Скоро рассвет. Момент настал. Сейчас будем готовиться. Доброе. 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 Я встал очень рано. Встретился с рабочими. Они помогли мне подготовить лодку. Да-да, ту самую лодку, которой так обрадовалась Индира в первый день путешествия. По-моему, здесь собрался весь отель. И я надеюсь, мы не раз будем Индиру. А вот и еще один участник спецоперации – кот Марсель. Его Сергей нашел через интернет. Кот жил в сараевском приюте для бездомных животных. Ха-ха, ты игривый, молодой человек. Если что, Максим мне поможет наш звукорежиссер. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Собственно, все сошлось. Индира мечтала именно о черном коте. А Сергей неутомим в желании исполнить все желания. Любимый. Все идет по плану пока что. Пока Индира спит, я спускаюсь в лодку. Скоро она должна проснуться и начать меня искать. Я беру кота и надеюсь, что Индира поспешит. Держу. Держу, держу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Как-то раз она просила меня сделать ей приложение, которое напоминало бы ей о том, что через 15 минут будет рассвет. И подавала бы соответствующий сигнал, который позволит не пропустить встречу и проводы солнца. Приложение сработало и в Сараево, а значит, через 15 минут самое время встречать рассвет. Что? Ты зачем кошечку трогаешь? Иди сюда. Ты все нарядил коврами? Да. Это безопасно? Ну, осторожно, пожалуйста. Привет, Китка! А-а-а! Это что за кошечка? Это Маркиз. Это наш такой бой? Марсель точно. Это же Марсель. Дело в том, что я в последнее время очень хотела кота. Кот. Отличное животное, которое к тебе не лезет без причины. При этом всегда ложиться с тобой вместе спать. Очень приятно. А было ничего лишнего в отношениях. В общем, я уговаривала Сережу завести кота. И Сережа уговорила, примерно так не буду. Ну, конечно, нет. Какой кот? Ну, похоже. Посмотри, что у него на шее. Ты красивенький. Это что? Это у него на шее? Нарядненький? Тут бантик есть. Развивай. Не хочет, не отдаёт. Это что? Это у меня колечко? Да, это тебе колечко. Такие вопросы у меня есть? Красивое колечко. Приветик. Возьми. Марсель. Привет, Мария. Дорогая Индира. Ты выйдешь из меня замуж? Хочешь подержать кошечка? Я сделал ей предложение. Давлю на неё клювы. На мой вкус. И ей потребовалось где-то полторы минуты, чтобы ответить. Она мялась. Не знаю почему. Ну, буду, конечно. Ау. Он против. Он такой хорошенький. Да. Давай колечко наденем. Это было так неожиданно. Я думала, Серёжа ещё не на той стаде отношений со мной. Вот. Ну, я удивилась, но согласилась, что я дурочка, что ли. Это отказывается. Что мы будем муж и жена потом, попозже? Попозже, да. Пока мы помолвим. Это называется помолвенно? Engaged. Engaged. Класс. Я буду ходить в бары. Так. На меня будет кольцо на руке. Да, я буду так делать. Ну, я немножко шокирована, конечно, если ты понимаешь. Я тоже. Ты тоже шокирован? Ну, ты чуть менее шокирован, чем я, наверное. Эй. И первой Индира решила поделиться счастливой новостью со своей сестрой. У нас есть новости. Какая? Всё хорошо? Да, всё хорошо. Серёжа сделал мне предложение. И кажется, скоро мы поженимся. Что, серьёзно? Да. Ну, всё. Сейчас, примерно в течение нескольких секунд, об этом узнает вся моя родня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова